Я ваш сосед, и у меня проблема с вай-фаем. Так, а я здесь при чём? Ну так это ж ваш вай-фай, да? У меня проблемы с вашим вай-фаем. Вы пароль установили. В смысле? Смотрите, я живу здесь два года, и счастливо пользуюсь вашим вай-фаем. А сейчас вы зачем-то установили пароль. Я больше не могу им пользоваться. В этом не было необходимости. Подождите, что вы говорите? Смотрите, всё очень просто. Вы даёте мне пароль, или вообще его отключаете. Вот и всё. Вы мой вай-фай используете? Ну, я не знаю, сколько там именно вашего вай-фая. Ну, понимаете, это же просто сигнал, правда? И сигнал, он как бы не заперт в ваших четырёх стенах. Он иногда вылетает. И находится в публичной собственности. И я могу его использовать, соответственно. Из этой ситуации есть два выхода. Самый простой, вы даёте мне ваш пароль. И, конечно, вы всегда можете его отключить. И на этом всё. Всё же так просто, господи, а? Да, но проблема в том, что я плачу за свой вай-фай. Поставил пароль, потому что плохо стало всё грузиться. Из-за того, что кто-то им пользовался. Оказалось, что это вы. Да, очевидно, это был я. Но если у вас много какой-то работы, можете сказать, чтобы я не качал торренты. Я бы поставил на стоп свои закачки. Как-то вот не по-соседски, знаете ли. Нужно быть более открытым с такими вещами. Вы можете закрыться у себя дома, закрыть шторы.